Девушки отдыхают Молодой человек есть? Пока нет Куда спешить? Молодые люди сейчас не очень видны Она обязательно найдет своего суженого Как ты, бомбина Мио Это, наверное, было ужасно Я так боялась, молилась за тебя каждый день Ничего, мам По большей части я джип водил Ну, пострелял немного Привет, здоров! Надеюсь, эта чертова война скоро кончится Мне до зареза нужна новая машина Прости, война тебе так мешает? Я сейчас же позвоню в Белый дом и попрошу слегка ускориться Слушай, мне всего-то нужна новая машина А дилер говорит, что не может мне ее продать из-за войны Потому что весь металл и резина идут на те штуки, которыми убивают Не слышал? Да хоть бы они снова начали делать машины Только мне не хватало груда металлолома, которая проедет 10 миль и развалится Может тебе в армию пойти? Говорят, в процессе войны будут слойки и танки раздавать Да? Думаешь, будут? Конечно Въехал на нем в Берлин, и он твой Мне пора Увидимся Чего надо, приятель? За три года ты заработал на всю эту роскошь? Скорее за три месяца Только-только все обставил Три месяца? Твою мать Связи нужны, вот и все А у тебя они уже есть Меня-то ты знаешь Эй, а кто этот тощий пацан на фото? Хо-хо, это было в сорок первом Ха, ты совсем не изменился Ну, типа, лицо тоже Ха-ха, да иди ты От хорошей жизни с тобой так будет Ты же сделал работу Передохни, ты заслужил На сегодня у меня все Ты же сделал работу Передохни, ты заслужил Привет, Долорес Приветик, Миртл Ну как, нашла себе мужика? Ох, если бы это было так легко Я знаю, тебе тяжело Ведь Фредди за морем Но тебе так повезло, что ты замужем Так плохо, да? Я за три недели сходила на три свидания С тремя мужиками И все трое придурки? Можно сказать и так Все нормальные мужики ушли воевать А тут остались... В общем, совсем не сливки Ну, давай молиться, чтобы война скорее кончилась Кстати, одна моя подружка говорит Что легче всего найти хорошего мужика в церкви Я уже пробовала Там на всю церковь был один симпатичный мужик Ну, лучше один, чем ни одного, а? Он был священник Вали подальше Мне сейчас так одиноко Кажется, война никогда не кончится Ты по нему наверняка так скучаешь Мне так не хватает его рук Его дыхание на моем лице Бедняжка На что он ставился? Это так ужасно, что вы не можете свидеться Каждый вечер молюсь, чтобы он скорее вернулся ко мне Целый и невредимый А как иначе? А пока у меня хотя бы есть вибратор Аминь, сестра Пока Привет, как дела? Знаешь, я думаю, война правда скоро кончится В газетах пишут, мы уже вошли в Германию И япошки тоже драпают Что значит мы? Доктора же вроде сказали, что у тебя радикулит И накрылись твои каникулы в Европе под ружьем Ну, слушай, я бы туда мигом Конечно, конечно И приятель твоего брата Ричи тут, конечно, ни при чем Ух, какой приятель? А такой, которому ты отдаешь недельный заработок А потом бац, и ты негоден к строевой Как? Как ты узнал про это? А кто с ним Ричи познакомил, по-твоему? Я тебя не продам, приятель Увидимся Ладно, пока Ну, я не жалуюсь, но Почему они больше так не делают? Как дела? Здорово Не поверишь, что я вчера видел? Может и не поверю, но ты же все равно расскажешь Слушай, урод, отвьянь А мимо меня вдруг пролетел какой-то псих И ломанулся прямо на дорогу Ни хрена себе Жить надоело, что ли? Слушай дальше Водила бьет по тормозам И давай орать на психа А он берет, подходит к машине Открывает дверь и вышвыривает водителя Ты шутишь? Нет А потом этот сукин сын сел в машину И уехал как в своей Это мое личное пространство И он стоит на улице вою И смотрит вслед своей машине Я бы тот же хотел на такое посмотреть Увидимся Завтра поговорим Тут что, холодно или как? Первая зима в большом городе Или ты просто сосунок? Да иди ты Ну скажи, холодно как на Северном полюсе Холодный ветер под юбку залетел Ладно, умник Делать нечего Можешь сидеть и делать вид, что ничего не происходит Но говорю тебе, с погодой творится что-то странное Ты о чем вообще говоришь? Зима пришла, вот и холодно С каждым годом становится все холоднее Во всем мире Говорят, в ближайшие 10 лет Будет глобальное оледенение Бред какой-то несешь А потом что? Глобальное потепление? Иди ты, а! Увидимся 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok До свидания Добавил DimaTorzok 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 Привет! Здорово! Теперь тебе тепло? Жарят как в пекле. Пойдем сегодня по пиву? Дело доброе. Где обычно? Ага. Только вспомнил, уже пиво хочется. Ага. А потом заглянем в райские кущи? Постой-ка. Не стоит сильно напиваться, а потом туда идти. Помнишь, что было в прошлый раз? Что? Я с прошлого раза ничего не помню. Вот именно. До встречи. Привет. Здравствуй. Что стряслось? Город катится в пекло. Всюду наркоманы. Тебе что за дело? Потому что пара этих уродов пыталась вчера меня ограбить. И что? И моего друга с работы избили и обчистили в Сент-Айленде. Такой город, ничего не поделаешь. Но этих чертовых наркоманов все больше день от дня. Это скоро кончится. А если не кончится? Не сомневайся. Дядя Сэм решил вмешаться. Попомни мое слово. Наркотикам в нашей стране не жить. До встречи. Эй, в чем дело? Давно был в китайском квартале? Да, давно. А что? Да вот говорят про это самое. Там можно купить. Ты про опиум? Ну ты еще громче ори. А то в Венесуэле не расслышаны. Лучше с этим не связываться. Говорят, можно пристраститься и вообще помереть. Это они всегда такое говорят, чтобы запугать народ. Наверное, как пару кружек пива выпить. Ну ты попробуй. А я буду себе курить кэммл. Он хотя бы безвредный и никакого привыкания не вызывает. Пока. Привет. Здорово. Давно был в китайском квартале? Мы с женой к узкоглазым ходили недавно. В Красный Дракон. Если не был, рекомендую. Слушай, мне кажется, Ильих и правда с каждым месяцем все больше. Это прямо как вторжение. Сюда все приезжают. Не только узкоглазые. Кстати, я тут недавно сел в такси. Так водилой оказался вообще араб. Да? Так точно. Я ни слова не понял, что он болтал, но довез меня на место без проблем. А деколон у него, правда, аж слезу пробил. Ладно, но китайцы это совсем другое дело. Я когда маленький был, китайский квартал и вправду был просто квартал. А теперь это целый район. Может они скоро даже маленькую Италию захватят? Вот это будет денек. Серьезно? Их небось в Китае скоро вообще не останется. Да ты хоть представляешь, сколько в Китае китайцев? Чуть не полмиллиарда. Когда этот город станет нормальным? Да и что теперь нормальное? Весь мир катится в тар-тарары. Вот в наше время все было иначе. Эх, старые добрые деньки. Аминь, сестра, аминь. Оно, конечно, была война, а потом испанка и великая депрессия. Сухой закон. Но тогда мальчики знали, что значит быть мальчиками. А девочки девочками. И люди так долго не жили. Нельзя ничего получить просто так. Конечно нельзя. Разве только сифилис. Мне пора. До свидания. Тот прочел, что наши атомные бомбы уже гораздо мощнее тех, что мы сбросили на Япошу. Только этого не хватало. Бомб побольше. Если мы одной старой бомбой могли уничтожить целый город, что ж мы теперь можем? Подумать страшно. Если начну про такое думать, уснуть никогда не смогу. А вдруг они такую бомбу сделали, что весь мир уничтожить может? Сразу всех стереть с лица земли? Я бы сказал, что тогда некому будет жалеть. Ну ты представляешь? Бомба, которая взорвет весь мир. Такую бомбу они никогда не сделают. Они же ученые. Они же не дураки. Пока. Бывай. Добрый день. Здорово. Я, наверное, куплю отель, эту новую электроморозилку. Ты же ее вроде уже купил на Рождество. Да нет, я телевизор купил. На черта мне холодильник, когда на улице мороз. И как он тебе? Хуже некуда. Каждую неделю мастера вызываю. Лучше бы ты купил холодильник. Они их называют электроморозилками. Так бы у тебя каждый вечер было холодное пиво. Ну, как бы я тогда знал все, что сейчас знаю. Я бы в лотерею выиграл и все бы сразу купил. Ну да. Кстати, а в чем дело-то? Да вот забыл уже. Ладно, пока. Катись отсюда. Привет. Слышал, сколько в последнее время угнали дорогих машин? Тоже мне новость. Дорогие тачки всегда крадут. Их по дюжине в день угоняют. В газетах пишут, это работа одной банды угонщиков. Ну уж прости, я слезы лить не буду. Богачи свои тачки страхуют. Вчера в газете писали про то, что все угнанные машины вывозятся за границу. Как по мне, так туда их и везут. Но ничего удивительного. Почему же? Потому что американские машины лучшие в мире. И все это знают. До встречи. Ладно, до встречи. Господи боже, ты что, снова играет? Почти что выиграл. И тут один козел срезал меня на ривере. Если не заплачу до конца недели, мне конец. В долги влез, да? На меня не надейся, приятель. Я тебе не банк. У меня идея получше. А давай ты купишь мою машину. Это которую только что сперли? На скорость не влияет. Нет, спасибо. Удачи. Ладно, потом увидимся. Чао, коме стай? Бэн, бэн. Слышал про все эти трупы в литейном цехе? Ну да, сущий кошмар. Похоже, ты грустишь не больше моего. Кому нужно, чтобы в районе болталась толпа грязных отморозков и нарывалась? Так им и надо. Я тебя понял. Я еще помню, когда можно было на ночь двери не запирать. Ну да, этот город катится в тар-тарары, скажу тебе. Нужно больше таких сознательных граждан, как ты да я. Верно. Слушай, может пропустим по маленькой? Заглянем в то заведение в китайском квартале. Ладно, чао. Переведерчи. Я тут видел странную вещь. Одна тетка взяла и вышла на проезжую часть прямо перед машиной. Это не странно. Это опасно. Послушай, странно. Дальше. На ней даже царапины не осталось. Не врешь? Не царапины? Ну, как только она вышла на тротуар, откуда-то прилетела другая машина. Выскочила на тротуар и раскатала ее в пиццу. Ну, в этом городе это не странно. Это нормально. Ладно, чао. Рады тебя видеть. О, привет. Я вчера сказала мужу, что нам нужен дом побольше. А он что? Опять стал выкручиваться. Что-то проворчал про выплаты по ипотеке и сверхурочные. А потом уснул. Я ведь прошу такие мелочи. А он даже пальцем не пошевелит, чтобы меня порадовать. А мой даже на годовщину бриллианты мне не подарил. Представляешь? Ничего они не понимают. Зачем мы только с ними связались? Я про это думала, и у меня есть идея. Давай мы с тобой встанем между вами. Ой, это же так здорово. Для начала... Мы знакомы? ...восю косметику и волосы обрежем. Верно. И нужно будет где-то достать синие джинсы, берцы и фланелевые рубашки. Вот тогда и поиграем в боулинг. Пока-пока. Пока-пока. Приветик. Как дела? Мне кажется, у моего мужа кто-то есть. Ой, бедняжка, какой ужас. Как же ты узнала? Сначала я заметила у него на пиджаке светлые волосы. И еще помаду на вороте рубашки. Ох, какой негодяй. А ты говоришь, сначала ты еще что-то нашла? Ну да. А потом я нашла письма у него в портфеле. Сказать не могу, какие извращенные. И я ему все высказала. А он, конечно, все отрицал. Не совсем. Сказал, я ухожу к своей секретарше. Она трахается лучше, и у нее сиськи большие. Мне пора. Пока. Приветик, как дела? Слушай, я такое место нашла на днях. Просто шик. Новый салон или только маникюр? Опиумная курильня. Сейчас это самый писк. О, настоящее приключение. Молодой человек мне такое сказал. Если принимать героин дважды в день, это добавит 50 лет жизни. Не может быть. Может. А еще его делают из маковых листьев. Он для кожи полезен. Надо этого героина достать. Можно мне идти? Пока. Всего доброго. Привет. Здравствуй. Что стряслось? Город катится в пекло. Всюду наркоманы. Тебе что за дело? Потому что пара этих уродов пыталась вчера меня ограбить. И что? И моего друга с работы избили и обчистили в Сент-Айленде. Такой город ничего не поделаешь. Но этих чертовых наркоманов все больше день от дня. Это скоро кончится. А если не кончится? Не сомневайся. Дядя Сэм решил вмешаться. Попомни мое слово. Наркотикам в нашей стране не жить. До встречи. Ладно, пока. Привет. Здравствуй. Что стряслось? Город катится в пекло. Всюду наркоманы. Тебе что за дело? Потому что пара этих уродов пыталась вчера меня ограбить. И что? И моего друга с работы избили и обчистили в Сент-Айленде. Такой город ничего не поделаешь. Но этих чертовых наркоманов все больше день от дня. Это скоро кончится. А если не кончится? Не сомневайся. Дядя Сэм решил вмешаться. Попомни мое слово. Наркотикам в нашей стране не жить. До встречи. Ладно, пока. О чем там? Говорят, красные хотят нас завоевать. Не врешь? И у них есть такая особая бомба. Они ее сбросят и погибнут только итальянцы. Ты шутишь? Правда? Нет, они думают, что если перебить всех итальянцев, нас можно захватывать и никто им слова не скажет. Твою. Скузи, чем могу помочь? Тебя это не пугает? Не так, как ты меня пугаешь, кретин. Что? Почему? Чао. В грани все будет цветное. Не приживется. Народу цвет не нужен. Конечно, нужен. Жду не дождусь, когда куплю такой. Только денег подкоплю. Да ты посмотри, какой мусор там показывают. Думаешь, цветное будет интереснее? Не знаю. Будет более реальным. Ну, мне точно никакая телесиська не нужна. Я всегда могу сесть и послушать футбол по радио. Приезжаешь, как мой папаша. Телевизор делает людей умнее. Это научный факт. Еще бы. Тебе это по телевизору сказали? До встречи. Привет. Привет. Говорят, придумали цветные телевизоры. Теперь на экране все будет цветное. Не приживется. Народу цвет не нужен. Конечно, нужен. Жду не дождусь, когда куплю такой. Только денег подкоплю. Да ты посмотри, какой мусор там показывают. Думаешь, цветное будет интереснее? Не знаю. Будет более реальным. Ну, мне точно никакая телесиська не нужна. Я всегда могу сесть и послушать футбол по радио. Брюзжишь, как мой папаша. Телевизор делает людей умнее. Это научный факт. Еще бы. Тебе это по телевизору сказали? До встречи. Ладно, пока. Привет. Привет. Как успехи? Ох, я благословляю удачу, которая меня вывела из отеля после покушения. Покушение? Это ты про взрыв? Ну да. Мой брат Чарли говорит, что они хотели прикончить хозяина скотобойни. Прости. Да ладно. Ради одного чувака взрывать целый отель застрелили бы и все. Может, они хотели убить не только его. Боже мой, ты все это вычитал в шпионских романах? Слушай, я в армии сапером был. Ты хоть представляешь, сколько всего надо, чтобы такое провернуть? Давай, умник, просвети меня. Нужны подробные планы здания. Нужно уметь работать со взрывчаткой. А еще нужно будет отмотать длиннющий шнур, чтобы подорвать заряд на расстояние и молиться, чтобы никто его не заметил. Ладно, ладно. Спасибо за урок. Мне пора бежать. По телевизору сегодня будут показывать, как парень на мотоцикле прыгает через живую акулу. Ну да. Увидимся. Чао, хомэстай! Все только и болтают про ядерную войну. Вот ведь чушь, да? Ты о чем вообще говоришь? Очередная твоя бредовая теория, да? Это все утка. Правительство нас морочит. Ну вот началось. Слушай, я в новостях видел. Не похоже было на утку. Да ну, я и сам видел, но не верю. Такой огромный взрыв. Они его как-то подделали. Чтобы подделать такой огромный взрыв на пленке. Вот это невозможно. Чао! Что за ерунду ты несешь про то, что у тебя есть связь? Я тебе только скажу, держись подальше от моей Марии, если шкура дорога. Нет у тебя никаких связей. Да и как на нее не смотреть? У нее корма больше стадиона. Эй, друг, я предупреждаю. Еще слово и все. Эй, знаешь, что я тебе скажу? Ребята со связями не ходят и не рассказывают, что они со связями, да? Тебе-то откуда знать? Мне тебе по буквам диктовать или как? Эй, а... Ну, так что там с бейсболом? Чао! Ага, чао! Эй, эй! Когда же дождь кончится? Дай-ка я загляну в свой хрустальный шар. Вот. Через две недели, три дня и четыре часа. Обязательно меня подначивать, да? А обязательно жаловаться на погоду? Это богом данное право человека? Ворчать на погоду? Нет. Самая старая тема на свете начинается со слов Эй, детка, сколько? Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Кстати, не хочешь заглянуть в стрип-бар потом? Думал, ты не спросишь. До встречи. Пока. Не верю. Черт вы, сукины дети. В чем дело? Кто-то спер мою машину, вот в чем дело. Кто-то спер твою машину? Боже. А я уж подумал что-то серьезное. Это серьезно. Как только я узнаю, кто это сделал, я ему все кости переломаю. Да чего ты так дергаешься из-за этой своей развалюхи? Какая разница, кто ее увел? Почему это? Так меньше, чем 10 человек ее не унесет. Увидимся. Чем могу помочь, если надо? Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok